Градус недовольства точечной застройкой в городском сообществе уже давно превысил критический уровень. Особенно острые эти конфликты происходят, когда речь заходит о зеленых зонах мегаполиса, которые в буквальном смысле задыхаются от смога. Чтобы магистральная теплотрасса проходила по территории общего пользования, где гуляют дети, где гуляют мамы с трудничками. Представляете, какая смертельная опасность будет под ногами этих людей? Несколько десятков человек вышли на митинг в защиту скверов УГБНТБ 26 июля. Из-за того, что городская администрация наметила здесь проведение теплотрассы, над зеленой зоной нависла угроза чуть ли не полного уничтожения. Дровосеки уже поработали топорами в сквере 40-летия Победы. От сквера, который изначально занимал 2,5 гектара, останется буквально маленький кусок. На этом месте находилось 160 деревьев и кустарников. Это был самый очаровательный, самый красивый уголок сквера, самый живой. Правда, общественники и власти расходятся в оценке масштабов потерь. Я лично присутствовал при этих работах и сам лично видел, что очень много было сухих, аварийных, страшных деревьев, которые росли под углом. Засаженность и неухоженность вот этой территории не позволяла горожанам в полной мере ходить, наслаждаться видами. Эти оправдания в запущенности звучат чуть ли не каждый раз, когда нужно снести деревья. При этом чиновники почему-то забывают, что следить за их состоянием – их прямая обязанность. Впрочем, еще 8 лет назад мэрия, что называется, подстелила себе соломки. Границы сквера уменьшили от исторически сложившихся, а с земли сняли статус зоны рекреации. Этот сценарий разведывает не только в этом месте. Это произошло с Нарымским сквером, со сквером сибиряков-гвардейцев, с Березовой рощей. Формально все работы идут пока за пределами зеленой территории. Но на пути будущего энергообъекта еще и сквер континентов, который прилегает к площади УГПНТБ со стороны улицы Сакка и Ванцети. По окончании строительства здесь планируется переустройство. И горожанам уже предложили в интернете проголосовать за лучший проект. Но не звука для обычного обывателя, для жителей города о том, что это не просто план благоустройства, а это сначала план уничтожения сквера, а потом уже на голом месте, как в пустыне, посадка нового сквера. В районной администрации оправдываются важностью и масштабностью объекта. Под землей скверов пройдут две трубы диаметром аж 700 мм каждая, что позволит переключить снабжение теплом с существующего жилого массива с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5, а также даст задел для подключения новостроек. Именно поэтому проект финансируется целым консорциумом строительных компаний. Когда мы запрашиваем тепло для строительства наших объектов, нам и кроме этого ряду других застройщиков, специалисты, гортеплоэнергия дают технические условия. Вы получите тепло в том случае, когда будет построена вот эта вот штука. Но если город не может жить без этой теплотрассы, значит, ее надо строить. Это не доказано, что город не может, значит, вы не строите. На этой территории росло 160 сиреней, рябин, берез. Проект прошел все необходимые стадии согласования. Единственный парк в Академгородке, и его убирают. Парк отберут, который мои внуки благоустраивали, понимаете? Рядом клуб детский. Они сейчас нам половину просто этого счистят сразу, а дальше там еще коммуникации, то есть все, машины новые. В начале недели в Академгородке прошел другой пикет против точечной застройки. Будем так говорить, ни одного квадратного метра сквера не займем. Кроме того, никакие коммуникации по скверу не проходят. Ну, не знаю, как можно не трогать сквер, если в нем стройплощадка. Здесь камень преткновения тоже социально значимый объект. Сибирское отделение Академии наук получило финансирование на возведение малосемейки для молодых ученых. Но из-за будущего дома под пилу пойдут зеленые легкие нижние зоны Академгородка. Мы пять лет пытались обращаться к Саран, чтобы оформить эту территорию. Но, как теперь очевидно, были другие планы. Они выбрали на карте пустой вот этот промежуток и сделали проект. Эти деревья мы постараемся сохранить. Но если елки у нас попадут... Как что значит елки? Ветно застройки. Это сошла! Мы пересадим. Это сошла, это сошла. Вы воду эти деревья пересадите? Пересадим. Да, конечно. Куда вы пересадите? Куда скажите? Переломить ситуацию теперь может разве что изменение градостроительной политики. Когда земля будет выделяться не только под бизнес-проекты, но и под новые зоны отдыха. Но борцы за комфортную среду обитания у городской власти пока не в части. Противников строительства теплотрассы в скверах УГПНТБ первый замглавы администрации Октябрьского района Михаил Мельников, например, окрестил чуть ли не иностранными шпионами. Вот сегодня люди не хотят слушать никаких доводов. Все-таки, какую цель они преследуют под предлогом защиты зеленых насаждений? Готов предполагать, что за этими лицами могут стоять разные силы, не обязательно даже внутри, может даже из вне страны. Мы же не знаем на самом деле, какую цель преследуют люди, может быть, хотят заморозить город Новосибирск. Не исключено, что скоро протесты горожан из-за точечной застройки нам будут объяснять влиянием инопланетных захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин